Всплеск популярности. Рейтинг Дональда Трампа впервые с момента избрания рванул вверх. Почему и решится ли он на новую операцию в Сирии? Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Он в Вашингтоне. Его рейтинг падал катастрофически. Полстраны, те кто в ходе избирательной гонки были на стороне Клинтон и Трампа, ставшего президентом, по-прежнему не поддерживали. Вторая половина, те кто хоть и голосовал за, но стал в нем разочаровываться. И лишь события в Сирии спутали карты социологам. Авторитетный институт Гэллопа сегодня сообщил, сразу после принятия решений о нанесении ударов по авиабазе в Сирии, поддержка Трампа стремительно выросла. Рейтинг увеличился с 35 до 43 процентов. Каждое двое из трех американцев поддерживают использование силы. Вот только новой военной операции не хотят. Как бывший телеведущий, Трамп явно обращает внимание на цифры и рейтинги. Вот только в масштабах страны все куда сложнее, чем в телешоу. Рост популярности, возможно, заставит его и дальше быть спонтанным. Не обсуждать последующие шаги месяцами, публично, как Обама, а действовать жестко и неожиданно, как сейчас в Сирии. А вот от новых военных операций вряд ли даже результаты соцопросов уберегут. Так в интервью Fox News генерал Макмастер, новый советник по национальной безопасности, признался, Вашингтон готов к новым операциям против Дамаска. Наша цель – остановить продолжающееся применение химического оружия, чему есть доказательства. И мы готовы сделать больше. Какие именно доказательства, пояснила журналистам один из ключевых дипломатов страны, Ники Хейли. В интервью CNN она заявила, разведка предъявила президенту четкие факты причастности Асада к применению химоружия. Правда, данные засекречены. Нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены. И я уверена, что когда смогут рассекретить их, то это сделают. И еще один немаловажный момент выяснила сегодня пресса. Оказалось, что на использовании военной силы в Сирии президента Трампа уговорила, кто бы вы думали, его дочь Иванка, роль которой в новой администрации многие считали чисто номинальной. Европейские дипломаты якобы сообщили в своей столице, президент был глубоко потрясен тем, что увидел по телевизору в новостях о химатаках. Но на жестком ответе настояла именно Иванка Трамп, и отец к ней прислушался. А еще в прессе активно обсуждают тему возможных новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Каких именно, пока еще обсуждается. И будет зависеть от того, как пройдут переговоры в Москве нового госсекретаря Рекса Тилешсона. Начнутся они уже завтра. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.